Доброе утро, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон. Я Эдвард Петер и он в Рексиде вздевает. Сегодня я хочу сделать для него такую лесенку. То есть мы были в школе, там есть такая для agility, или agility, как говорят в России, такая лесенка, по которой собаки забираются, спускаются. И вот Рекс по всем дисциплинам был абсолютно молодец. Впереди команда, все из трех собак, оставшихся. Он был первый. Тренер даже спросил, он вообще ничего не боится. Я говорю, вообще ничего не боится. Но как только я проговорил, на эту штуку он не полез. То есть наверх не полез, и, естественно, спускаться некуда было. Поэтому я решил суббота вот-вот не за горами, и я решил для него сегодня оставить все свои дела и сделать такую лесенку. У меня нашелся в подвале такой жгут. Так. Потом кто-то, не дождавшись срока, выбросил свою кровать, которую мы с вами тоже будем использовать. Ну, тут у меня какие-то шурупчики должны быть. Это ручная пила, лобзик. Ну и все. То есть вот материалы, которыми я раздобылся. И сейчас мы с вами начнем это дело собирать. Я потом включу, конечно, ускоренную такую под музычку. А сейчас я пока жены нет, да. На улице можно было делать на улице, но неудобно на улице. Надо все тащить туда, потом все тащить обратно. Да, и провод должен быть метров 15-20. У меня, по-моему, такого нет. Поэтому мы с вами обойдемся здесь. А потом быстренько уберемся до ее прихода. Собаки, вот ты мне сейчас совсем не нужен. Знаешь? Ты мне абсолютно не нужен. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, дорогие друзья, я изготовил эту штуку, как и планировал. Все хорошо. Довольно-таки надежная получилась. Не должна она качаться. Посмотрим. Во всяком случае, вот эта труба должна им устойчивость дать. Так, теперь что? Тренировка сейчас будет. Я не думаю, что Рекс будет в восторге от того, что ему придется лезть по лестнице по этому. Первое, значит, никогда на полный желудок не делать. Во-первых, ленивый становится. Во-вторых, может, как он, магн-дрей. То есть, желудок перевернутся, что приведет к смерти собаки. Поэтому на полный желудок не заставляйте собаку прыгать. Ага. Я вижу уже. Ты Решся. Знаете, почему он так делает? На... Потому что второе слово для тренировки. Ага. Вот, слышите? То есть, на голодный желудок лучше делать. У меня кушал восемь, сейчас двенадцать. Как раз перед обедом я его сейчас и потренирую. Потом надо для тренировки брать те вкусняшки, которые вы обычно не используете. Или очень редко используете. Вот, у меня это с Рексом, это сыр. Или вот это панзн. То есть, это рубец или высушенный коровий желудок. Он его обожает. Он за него сделает все, что хочешь. И, как говорят, душу продаст. Поэтому эти вещи я возьму сама. Следующее, нужно взять короткий поводок. Потому что, если собака раз упадет с лестницы, не дай бог, еще поранится. То есть, повредит себе лапку или что. Но дело в том, что потом ее уже не заставить. Это будет очень трудно ее заставить туда еще раз пойти. И хотя Рекс вообще ничего не боится, но, вы знаете, береженого Бог пережил. То есть, я взял все, что нужно. И теперь мы с вами пойдем. Окей? Ну вот, я поставил. Сюда закрепил ленты. Сейчас проверю сам сначала. 100 килограмм. Ну, спокойно держится, не дергается. Ну что, можно везти испытуемого. Ну что, дуем короткий поводок. Рекс, повер. Так, это отцепляем. Да-да-да, сейчас мы с тобой начнем. А-па-па, я знаю, ты чувствуешь что-то. Сыр вкусный, да? Ой, какой вкусный сыр. Держите поводок как можно короче и показывайте ему. И сами страхуйте. Не тяните за поводок. Он должен добровольно это делать. Ну, ком, ком, ком. Свойство. Надо еще схоже придать. Ком. Да, ком. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. О, ты умничка моя. Опа, видели? Надо следить. На. На. Ком. Острахуйте его, страхуйте. Острахуйте. Чайка. Легкий махт. А, сыр вкусный, да? Ну пойдем. Туп, туп. Э-хе-хе. Вот, это для чего нам и нужен поводок. Ланзом потихоньку. И корпусом страхуйте пока. Так. Ну что ж, это хорошо. Попробую ввес. Давай. Старайтесь ввести низко, чтобы он немножко дорогой чувствовал. Туп. Потихонечку, вот, тихонечку. Вот так, вот. Зой, кот. Зой, кот. Так. Теперь попробуем назад. Стой. Туп. Потихонечку. Потихонечку, 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 мальчик. Вот. Ну, еще раз. Кам. Вот уже более уверенно. Оп, 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 оп. Тут надо ему помогать. Ага. Пошли. Вот умничка. Вот умничка. Умничка. Умничка разумечка. Ну-ка, еще. Давай еще раз. Давай. Супа. Так. Не упади. Попробуем побольше, повыше. Так. Окей. Так. Умничка. 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 Кам-кам-кам-кам. Кам-кам-кам. Стоп. Осторожно. Кам-кам-кам. Кам-кам. Ой, ты умничка моя. Ой, ты маленький великанчик. Купик. Так. Короче, следующее упражнение у нас будет те, которые мы сейчас проходим в школе. Первое – это Абруф. То есть собака должна к тебе прийти. Единственное, что эта команда не должна тоже повторяться два раза, три. Лучше с одного раза. И желательно это делать поначалу без отвлекающих. Если там будет собака, то лучше эту команду не использовать, потому что это бесполезно. Или заяц побежал, вы его таким образом не удержите. Второе – нельзя с позиции сидя его подзывать. То есть он сидит, вы его подзываете. Они объяснили так, что для тренировок необходимо что-то другое. И поэтому они отказываются от того, чтобы собака сидя убежала к тебе. Поэтому он назовет, а потом к тебе бежать, перед тобой садиться и ожидать лагомства. Потом ты ей говоришь, окей, освобождающая команда, и он может дальше гулять. Ну, вот сейчас мы попробуем. Командует первым. Да сколько он и учил. Ракс, сам я. Отвлекаем его палочкой сначала. Второе – он должен выполнять команду «посмотри». Смотри, Кук. Кук. Я уже вам рассказывал про нее. То есть он должен смотреть на вас, когда вы его ведете. Сейчас я тут продемонстрирую. И как только он на вас посмотрел, давайте ему вкусняшечку. Пойдемте. Значит, вкусняшка не должна находиться в вашей руке. Вы должны ее быстро доставать из кармана или откуда-то и давать. Как только он на вас посмотрел, команду выполнен. Смотри, Кук. Так это… Кук. 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 смотрит далее и смотрит не даете. Отлично справился. И теперь слалом. Это самое сложное, особенно без поводка. Вы видите, у нас здесь лежат камни. Вот у нас камни лежат, и мы сейчас используем эти камни для слалома. То есть он эту команду выполняет. Но давайте мы пойдем с другой стороны еще. Смотрите продолжение в следующей серии. Самый такой отвлекающий фактор. Сейчас продолжать это бесполезно, значит надо подождать, пока собачка уйдет. Хозяйка сожалеет, что не дали поиграться собакам, но проблема в том, что через полгода он будет огромный пес, и эта шмакодявка его будет просто раздражать, он не будет с ней играть. И при случае, и может и прикусить, как зайчика. Давай мы сейчас с тобой, мы сейчас попробуем с вами, это еще мы не проходили в школе, без поводка, но сейчас мы сделаем это без. Снимаем поводок, усложняем задачу. Увочка. Ай красавица, ай красавица, ай умничка, умничка разумничка. Умница красавица, собака красавица, собака самая умная, собака хорошая, радуется, ой радуется, ой радуется, что собаку захвалили, захвалили, прихвалили. То есть, вот такая у нас сейчас пока только программа, ну вот это вот посмотри, вы уже наверное догадались для чего она. Это предварительная команда перед, что рядом собаки трудно воспринимают рядом, им тяжело идти долго рядом, поэтому как бы этим самым ты заставляешь следить за собой, собаку. Вот, что она охотно делает, когда она знает, что за это она получает. Причем делать надо быстро. Кук, посмотри, посмотрел, на. Вот, то есть 2 секунды. После 3 секунды уже забывай, за что ему дают. Ну что ж, я надеюсь вам понравится этот выпуск. То есть, это уже вот настоящая дрессировка. И мы с ним теперь, используя нашу лестницу, правда на маленьких сначала высотах, будем теперь пробовать. А после субботы я вам скажу, дало это результат или нет. И напоследок. Так, с вами я. Вот так. Начинаете, поднимаете, садится. Потом от этого можно уже и отказаться. Зад. Зад. Ну что ж. Мы вам говорим спасибо. Ой, ой. Пойдем на лестницу. Пока. Мне приходится его таскать. Ой, 16 килограмм уже. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Пока. Пойдем на лестницу. Хе-хе. Хе-хе.